Дети получают образование. Этот IT-куб первый не только для Дядькова, но и для всего региона. Готовить ребят здесь будут по шести направлениям. В числе главных – системное администрирование. Это шестой класс. И уже компьютеры собирают? Отлично собирают компьютеры. Не просто собирают, очень качественно. Аккуратно, да. А на занятиях по программированию дядьковские школьники готовят роботов к боям, воплощают собственные идеи в сконструированных роботах и с легкостью управляют ими, как марионетками. Один движок отвечает за движение, второй – за поднятие, и третий – к лишнюю. Вот я сделала одну из программ, могу продемонстрировать. Это программа уже выписали, да? Да. В центре цифрового образования школьникам предстоит в совершенстве овладеть 3D-сканером и 3D-принтером. Кстати, первые творческие работы уже в печати – эксклюзивные гардеробные номерки. Научатся воспитанники IT-куба и сами разрабатывать мобильные приложения. А еще познакомятся с новой профессией – киберследователя. Мы учимся, как избегать компьютерных вирусов, хакеров и мошенников. Как понять, что это они, отследить их. Также учимся работать в интернете. Обучение детей в возрасте от 7 до 18 лет проходит на бесплатной основе. Охват детей в центре у нас 400 детей и более. Они приходят с горящими глазами, им нравится не только наш центр и обстановка в нем, но также нравятся наши наставники. Они с удовольствием приходят, программируют роботов. Потом это все снимают, фотографируют, показывают родителям, что они сделали на занятиях. Обучать современным наукам ребят будут молодые и амбициозные наставники. Все они прошли сложный отбор. Это не просто те люди, которые пришли и начали преподавать. Это те молодые люди, которые прошли очень серьезное обучение в инновационных центрах нашей России, прежде всего в нашем Сколково, где они обучались и очно, и обучались заочно, в режиме онлайн. Сдавали определенные экзамены, успешно сдавали экзамены. И вот сегодня они являются, на мой взгляд, будут успешными наставниками. Главное – заинтересовать и разговаривать на одном IT-языке, уверен Сергей Абрамешин. Он самый молодой наставник в IT-кубе. Ему всего 19. Воспитанники Сергея уже демонстрируют неплохие результаты. Например, вот эти 3D-видео создали самые юные подопечные наставника всего за два занятия. Возраст вообще незначительный, то есть это неважно. Просто должна быть заинтересованность. Но заинтересованность у нас высокая, все дети приходят с большим удовольствием. На следующий год уже записываются, то есть наперед. Потому что заинтересованность очень высокая и всем безумно нравится работать. Создание IT-куба стало возможным благодаря национальному проекту образования. На оснащение инновационной площадки из федерального бюджета выделено 13 миллионов, еще 19 – на ремонт региональные средства. Цель обозначена правительством страны значительное увеличение числа IT-специалистов. Я думаю, что в Дядьковском районе очень много будет людей, молодых людей. В перспективе было славить и Дядьковский район, и Жубрянщин по направлению IT-технологий. Это очень важно. Кристина Пресхилава, Денис Пашков. События Дядькова.